Ладно, если Бог создал общество, в котором, вы знаете, завершаются геноциды. Нет, Бог создал общество. Позволь мне объяснить одну вещь. Я верю, что это есть в большинстве традиций. Позволь мне сначала задать тебе вопрос. Можешь ли ты распознать добро без зла? Ну, нет. Хорошо. Так что это значит, что необходимо существование зла в этом мире. Чтобы мы могли понять концепцию добра. Что такое добро, правильно? Так что это первый пункт, который я хотел провести. И второй пункт, который я собираюсь провести, выглядит так, будто ты оправдываешь злые поступки. Но я еще не закончил. Второй пункт, который я собираюсь провести, это в большинстве религий. Или позволь мне говорить об исламе. Потому что это моя религия. В исламе эта жизнь является испытанием. Прости, что? Эта жизнь является испытанием. Да. Поэтому мы несем ответственность за наши поступки. Бог создал нас, и Он дал нам возможность творить зло или творить добро. Но в глубине души мы знаем, что есть зло. Потому что внутри нас есть что-то, что называется фитра. Поэтому я знаю, что убивать, насиловать и воровать это плохо. Я не знаю всех подробностей в жизни, что касается морали. Но я знаю главное. И я храню это глубоко внутри себя. Это наш компас. Моральный компас, который Творец вложил в нас. Правильно? Поэтому если я пойду и сделаю зло, в глубине души я знаю, что это зло. Поэтому Творец испытывает нас в этой жизни. Он отправляет нам откровения, в которых содержатся все аспекты морали. Не только те вещи, которые внутри нас, но все. И затем Творец испытывает тебя. Сделаешь ты добро или зло. Хорошо. Поэтому здесь следующий важный пункт. Чтобы испытание состоялось, у тебя должен быть свободный выбор. У меня должен быть выбор, делать зло или добро, не так ли? Да. Ладно. Так что это и объясняет, почему люди делают зло. Потому что для того, чтобы Бог мог испытывать Творение, у вас изначально должен быть свободный выбор, чтобы начать делать зло или делать добро. И, кстати, здесь есть концепция, которую многие люди не принимают во внимание. Идея загробной жизни, в которой каждый несет ответственность за свои дела. Поэтому если я сделаю зло, это не означает, что это сойдет мне с рук в загробной жизни. Ведь в загробной жизни, если ты сделал зло, ты будешь отвечать. Люди получат воздаяние за то, что они совершили, и будут наказаны за злодеяние. Поэтому сейчас, когда ты смотришь на полную картину ислама, в чем проблема? Ладно, хорошо. Ты не против, если я приведу тебе пример? В иудаизме Тора говорит, что быть гомосексуальным — это плохо. Она говорит, что, вы знаете, это неправильно спать с другими мужчинами. Да, там говорится про содом и гоморр и тому подобное. Ты сказал о том, что вам дается выбор между добром и злом, и это необходимо для испытания. Почему это испытание справедливо? Если в случае иудаизма иудейский бог говорит, что гомосексуальность — это плохо. Что это изначально плохо. Потому что это что-то неестественное. Я... я не понимаю. Ладно, чтобы было испытание, Творец должен был изначально определить, что есть хорошо и что есть плохо, правильно? Так что это одна из основных вещей, которые Бог запретил. Не убивай, не насилуй, не кради и не занимайся гомосексуализмом, правильно? Я не понимаю, где здесь проблема? Как это противоречит испытанию? Ладно, скажем это испытание. И это Создатель дает нам испытание. Не насилуй, не убивай, не кради. Да, да. Но он также говорит, неприемлемо быть гомосексуалистом. Это как бы изначально плохо. Да. Это как будто я тебе говорю, что ты должен ненавидеть гомосексуалистов. Нет. Ты смешиваешь две вещи. Если я говорю тебе «не делай Б», но ты смешиваешь это с неприязнью к человеку, который делает Б. Здесь нет связи между ними. Только потому что я говорю «не делай этот поступок». Это не имеет отношения к тому, люблю ли я или ненавижу человека, который делает этот поступок. Это просто повеление Бога, не делать это. Творец просто констатирует, что это аморальный поступок. То есть быть гомосексуалистом? Любой запрет. Включая гомосексуальность. В исламе мы верим, что это аморальный поступок. Так учит нас Коран. И также так учит Библия, правильно? Но вопрос таков. Ты ведь не религиозен, верно? Да. Тогда откуда ты берешь свою мораль? Ну, из общества. Так учит общество. Но почему мы должны принимать твое понимание морали, которое говорит, например, что это нормально быть гомосексуалистом, в то время, когда ты берешь это мнение лишь от общества? К примеру, в 1960-х годах гомосексуалистов здесь казнили. Так что твоя мораль меняется каждый день. Но по всему миру все еще казняют гомосексуалистов. Нет-нет. Я говорю о том, что ты берешь свою мораль от общества. И прямо сейчас мораль твоего общества меняется каждые пару лет. Моя точка зрения заключается в том, почему мы должны принимать эту нестабильную мораль, которая исходит от людей. И ясно то, что это видение постоянно меняется, потому что оно неполноценна. Оно меняется, когда мы обнаруживаем что-то. Но ведь она не объективна. Она ведь не объективна, правильно? Да, но... Но это плохо ненавидеть людей из-за вещей, которые они не могут контролировать. Согласно кому? Согласно чьей морали это плохо? Что ты имеешь в виду быть согласно кому? Ты ненавидишь их за то, что они не могут контролировать. Нет, мы не делаем этого. Но я спрашиваю, согласно кому это плохо? Это изначально неправильно. Но согласно кому? Согласно всем, кто поместил эту естественную вещь в людей. Потому что так работает общество. Но ты не даёшь ответа на мой вопрос. Это как бы... Ты мне не нравишься из-за того, что ты не можешь контролировать. Извини. Но сейчас ты сделал ещё одно утверждение. Ты утверждаешь, что гомосексуализм — это что-то естественное в людях, не так ли? Давай поговорим об этом с научной точки зрения. Какие у тебя есть доказательства? Гомосексуальность является врождённой вещью. Где доказательства этого? Где исследования, которые продемонстрировали бы то, что ты говоришь? Ну, потому что люди постоянно становятся гомосексуалистами. Только потому, что некоторые люди утверждают. Не некоторые, их очень много. Хорошо. Но очевидно, что их меньшинство. Гомосексуалисты составляют меньшинство в любом сценарии и в любом человеческом обществе. Так что их небольшое количество — это первое. И второе. Появляются люди, которые поддерживают педофилию, которые являются такими же. И они представляют собой группу людей в обществе. И они также утверждают, что это врождённая склонность. Они говорят, что я не контролирую свою педофилию. Не так ли? Это не значит, что мы бы согласились с ними. Ты согласен? Да, я согласен. Потому что это разные вещи. Я думаю, ты обобщаешь. Нет-нет. Я лишь прошу у тебя доказательства. То есть ты говоришь, что быть педофилом и гомосексуалистом одно и то же? Нет. Да, я никогда не говорил это. Это ты сказал. Я же сказал... Я приведу тебе пример. Я сказал, что ты сказал, что это врождённая вещь. Потому что... Позволь мне просто объяснить, ладно? Ты сказал, что это врождённая вещь, потому что есть группа людей, которые делают это. Правильно? Поэтому я сказал тебе, что это то, что сказал ты слово в слово. Я сказал, что это врождённая вещь, потому что это обусловлено обществом. Если тебя не будут воспитывать против этого, ты станешь геем. Откуда ты знаешь, что их воспитывали против этого? Есть люди, которые не обусловлены обществом. Ну, ты знаешь, есть люди, которые выросли в домах, в которых царила гомофобия. И когда они выросли, они поняли, что они геи. Откуда ты знаешь? Ты ведь не жил с ними. Ты не знаешь историю жизни. Ты просто знаешь конец того, что они тебе говорят. Тестостерон. Знаешь, тестостерон и другие гормоны заставляют тебя тянуться к другим людям. Ты согласен? Нет, я не согласен. Тестостерон спрятает тебя тянуться к другим людям? Нет-нет, другие химические гормоны. Ладно. Есть химические процессы, которые происходят, когда у вас есть определенные эмоции к другим людям. Это научно, что у нас происходят химические процессы. Да-да-да. Для нас, мусульман, позволь мне объяснить. Мы мусульмане, мы не твердые материалисты. Поэтому мы не верим, что все, что происходит метафизически, это только то, что происходит в вашем теле. Поэтому, например, мы говорим, что любовь — это метафизическое понятие. Это не то, что вы можете поместить под микроскоп и измерить. Любовь и ненависть — это метафизические вещи, правильно? Но да, мы говорим, что есть химические процессы, которые происходят, когда вы испытываете чувство любви. Но здесь у тебя есть проблема. Ты совершил ошибку. Ты говоришь только потому, что есть сходства, что они оба происходят в одно и то же время, поэтому есть причинно-следственный связь. Но корреляция не влечет за собой причинно-следственную связь. Например, если я пью воду каждый раз, когда ты заходишь в магазин, это не значит, что мое питье воды заставляет тебя зайти в магазин. Правильно? Так что здесь есть элемент, который ты упускаешь. Ты используешь то, что мы называем ошибкой соломенного человека. Скажи мне, где я использовал? Заблуждение соломенного человека — это когда ты... Я знаю, что такое заблуждение соломенного человека. Скажи мне, где я его использовал? Ты сказал, то, что я говорю, похоже на корреляцию и не ведет к причинно-следственной связи. Это не так. Нет, ты сказал, что мы любим и тянемся к другим людям из-за химических процессов. Но это научный факт. Химия заставляет людей привлекаться друг к другу, что производит потомство и создает большое общество. Вы можете изучить этот факт. Вы можете увидеть, как химические вещества высвобождаются мозгу, когда вас привлекают феромоны. Но есть момент, который я говорил. Что заставляет вас отрицать существование феромонов? Я не думаю, что ты понял мою мысль. Я повторю для тебя еще раз. Я не отрицаю, что есть химические процессы, которые возникают, когда ты испытываешь эти чувства. Но я говорю, что ты не можешь доказать, что чувства, во время которых возникают химические процессы, являются следствием самих химических процессов. Это то, что я хотел сказать. Но я думаю, что ты не понял мой аргумент. Это то, о чем говорят все научные доказательства. Я думаю, ты делаешь бездоказательное обобщение. Можешь назвать мне одного ученого, который сказал это? Я не помню имена всех ученых в мире. Но ты только что сказал, все ученые так считают. Это ошибка обобщения. Ты обобщаешь утверждения без доказательств. Потому что я не запоминаю имена ученых в свободное время. Это нормально. Смотри, если ты правильно изучал то, о чем я говорю, я говорю об идее метафизического воздействия на людей. Многие ученые, которые религиозные... Прости, мы буквально недавно начали нашу курсовую работу. Да, нет проблем. Давайте закончим нашу дискуссию. А теперь позволь мне сказать кое-что. И скажи мне, что ты думаешь? Ты говорил об идее гомосексуализма. Знаешь, сейчас я буду говорить тебе о научных исследованиях идеи гомосексуализма, которые демонстрируют, что это неврожденная вещь. И это опровергает то, что ты сказал. Ты не привел никаких доказательств того, что это врожденное. Но я же, напротив, приведу тебе доказательства того, что это неврожденное из научных исследований, проведенные учеными, которые не являются мусульманами. Есть очень хорошая книга, написанная двумя учеными. Называется «Мои гены заставили меня сделать это». Ты можешь прочитать ее. В ней есть все научные исследования, опровергающие эту идею о том, что человек может родиться гомосексуалистом. И они приводят много причин. Например, они исследовали однояйцевых близнецов. Это люди, которые родились абсолютно одинаковыми генами. И они воспитывались в одной и той же среде. Но один из них гомосексуал, а другой нет. Поэтому, если бы это было врожденной генетической вещью, чем-то в ваших генах, тогда это было бы у обоих. У обоих близнецов, правильно? Близнецы становятся близнецами, когда яйцо разделяется. И это происходит спустя недели после зачатия. И с того времени в твоих генах может много чего измениться в генетической структуре. И, возможно, из-за этого у них нет одинаковых склонностей. Однояйцевые близнецы – это люди, которые имеют одинаково точные гены. Это определение однояйцевых близнецов с научной точки зрения. Поэтому он изучал однояйцевых близнецов с одинаковой генетикой. И он говорит, это доказательство того, что один из них гомосексуал, а другой нет. И есть много исследований, которые провели касательно этой темы. Например, Роберт Спитцер, отец современной психологии в Америке. Он провел исследование, и он исправил 200 гомосексуалистов. И все, что он сделал, он поговорил с ними. И все они стали гетеросексуалами. Тем самым он доказал, что это не генетическое, а психологическое. Это классическая конверсионная терапия. Ладно, позволь мне задать тебе вопрос. Ты гетеросексуал, верно? Нет. Ладно. Если ты гомосексуал генетически, изменит ли мой разговор с собой твою веру, что привлекает тебя как человека? Нет. Не имеет значения, как долго ты будешь говорить со мной. Я не стану ЕМ. Я гетеросексуал. Так что твой разговор со мной не повлияет на то, что является врожденным в моей генетике. Это то, что ты утверждаешь. Да, не изменит. Но в конверсионной терапии вы отправляете людей в лагеря, чтобы внедрить в них идеи, чтобы они стали гетеросексуальными. Нет, он не отправлял их в лагеря. Нет, нет, я не про этот случай. Нет, я говорю о случае, когда этого не происходило. Это был просто эксперимент. Я привел тебе пример конверсионной терапии, когда людей отправляют в лагеря. Но я не утверждаю, что я поддерживаю это. Это ты сейчас совершаешь ошибку соломенного человека и атакуешь его. Их заставляют быть нормальными, когда они не хотят. Я понимаю. Но то, что ты делаешь сейчас, это то, что ты называл ошибку соломенного чучела. Я объясню. Ты привел аргумент о конверсионной терапии. Но я не утверждал и не говорил этого. Ты совершаешь это заблуждение. И затем нападаешь. Но я привел тебе аргумент Роберта Спитцера, когда люди добровольно хотели исправить свою склонность и пошли на эксперимент Роберта Спитцера. Он никого ни к чему не принуждал. Это исследование было опубликовано в журнале Nature. Это не происходило где-то в подвале. Если бы он совершил что-то противозаконное, он был бы в тюрьме. И Америка одна из самых больших стран, поддерживающих ЛГБТ-сообщества. Я уверен, что ты знаешь это. Он отец современной психологии в Америке. Он очень хорошо известен. И он написал много работ. И его исследование находится в журнале Nature. На самом деле, он назвал это терапией исправления. И СМИ сразу напали на него за использование термина исправления. Потому что они сказали, что он намекает, что что-то нужно исправить. Поэтому они напали на него только за то, что он использовал другой термин. Не говоря уже о принуждении кого-то к чему-либо. Нет. Люди пришли добровольно, 200 человек. И они стали гетеросексуальными. Что является абсолютным доказательством того, что это не что-то врожденное или генетическое. Есть еще одна вещь в журнале Nature. Недавнее исследование 2019 года. Ты можешь проверить прямо сейчас. Она называется «Не существует гомосексуалистских генов». Это исследование есть в журнале Nature. И они потратили миллиарды долларов, пытаясь найти любой ген, который бы связывал гомосексуальное поведение с человеком. Так что сейчас я продемонстрировал тебе книгу для исследования. И два научных исследования журнала Nature, которые опровергают твое утверждение о том, что люди рождаются с этими генами. Это то, что говорит наука, правильно? Знаешь, это говорю не я. Это то, что говорит наука. Если у тебя есть проблема, то с наукой, а не со мной. К сожалению, я студент средней школы, и я не имею времени, чтобы исследовать эти темы. Но ведь ты делаешь разные утверждения. Конечно, мы не обнаружим гена, связанного с гомосексуализмом. Подобно тому, как мы можем увидеть феромоны, когда люди проявляют эмоции. Ты делаешь очередное бездоказательное утверждение. Ладно, возможно, это не ген. Но определенно, это вещь, которую невозможно изменить просто обыкновенной терапией. Как тогда произошло это исследование? Ну, я... я... Как бы... ты сказал, что было 200 человек. Можешь зайти в гугл прямо сейчас и проверить. Зайди на сайт журнала Нейчер. Ты хочешь, чтобы я показал тебе? Сейчас я не могу. Нет проблем. Просто напиши «Роберт Спитцер терапии исправления». И появится исследование. Смотри, я говорю тебе, что это научные исследования. Это то, что говорит наука. И эти ученые не мусульмане. И они даже не религиозные. Похоже, мы очень сильно ушли от нашей темы. Да, но это ты поднял эту тему. Да, я знаю. Ты сказал, что религия говорит о гомосексуализме и так далее. Ладно, давай вернемся. Ты сказал, что есть испытания. Жизнь — это испытания. Да. Давай вернемся к теме добра и зла. Испытание заключается в том, что Творец сказал «Не убивай, не кради, не насилуй». Да, много вещей, и среди них эти. Кроме того, он сказал, что гомосексуализм — это неверно. Нет, это аморально. Неверно и аморально — это немного раздельные вещи. Ладно, это аморально? Да. Мы, мусульмане, верим, что быть гомосексуалистом является аморальным актом. Это то, чему Коран и Ислам учат нас. Ладно. Но вы утверждаете, что это неправильно? Да. Мы, мусульмане, верим в учение Ислама. Я хотел бы остановиться здесь. Означает ли это, что ты думаешь, что мои чувства аморальны? Независимо от религии. Нет, смотри, здесь есть различия. Я хочу прояснить тебе кое-что. Если у человека есть определенные гомосексуальные влечения или чувства, он не становится не мусульманином. Это не выводит его из злона Ислама. Ты остаешься мусульманином, даже если у тебя есть подобные чувства. Но ты несешь ответственность только за твои поступки. Будешь ли ты поступать в соответствии с этими чувствами или нет? Поэтому если у кого-то есть такие чувства, но он сдерживает себя, в Исламе он получает вознаграждение. Если он сдерживает себя и не следует своим страстям, его не наказывают. На самом деле он получает вознаграждение, потому что он подавил в себя что-то, что Творец сказал ему не делать, даже если он склоняется к этому правильно. Поэтому у нас в Исламе есть разделение между тем, что я делаю кому-то зло, и тем, что я просто чувствую к нему неприязнь. Я упоминал это вначале. Разделение между повелением Аллаха, который повелевает определенный устав, и человеком. Правильно? Ты как обычный человек. Я просто говорю с тобой. У нас обычная дискуссия. Скажем, что я мусульманин, и я гей. Значит ли это, что мне не должны позволять быть тем, кем я хочу быть? И я буду вознагражден за то, что я не буду тем, кем я хочу быть. И снова же, ты делаешь предположение, что это то, кто ты есть. Я ведь недавно уже продемонстрировал тебе доказательства, противоположные тому, что ты сказал. Теперь сначала ты должен продемонстрировать доказательства того, кто ты есть. Это то, кто я есть. Меня тянет к мужчинам. При всем уважении к тебе, я не нападаю на твои ощущения. Это может быть правдой. Но то, что я говорю тебе, мы следуем за объективными доказательствами. Я не могу контролировать то, во что ты веришь, правильно? Я не могу контролировать то, что ты чувствуешь. Но мы идем за объективными научными доказательствами. Но меня без сомнения тянет к мужчинам. Простите, что я перебиваю вас. Наши родители ждут нас дома. Мы должны уйти. Нет проблем. Можете уходить, когда захотите. Да. Просто прозмыслите над тем, что я сказал вам. И попытайтесь найти доказательства этой идеи. Да, я имею в виду, я не могу сказать, что я... Я не знаю. Я представляю себя как гомосексуал. Поэтому мне довольно трудно принять эти вещи. Я знаю, я понимаю. Я уверен, что если бы я был на твоем месте, я был бы то же самое. Но я скажу тебе кое-что о нас, мусульманах. Мы стараемся не быть лицемерами. То есть я бы не стал лгать тебе и пытаться утверждать что-то, во что я не верю. И говорить тебе что-то, чтобы ты почувствовал себя лучше противоречить себе. Мы стараемся быть прямолинейны с людьми. По крайней мере, это то, чему религия учит нас. Я скажу вам правду, во что я верю. Но это не значит, что у меня есть проблемы с вами. Да, мне может быть трудно общаться с людьми, если они делают что-то, что противоречит исламу. Ведь ислам говорит, не употребляй алкоголь, не играй в азартные игры. Это сложно для многих людей, верно? Но это заповеди Творца. И за ними стоит мудрость, и мы следуем ей. Но здесь мы никого не принуждаем делать что-либо. Знаете, это ваш выбор. Вы можете прочитать, и вы можете подумать об этом. И вы можете прочитать Коран. Он также говорит об этих вещах. И затем вы можете прийти к своим собственным выводам. В любом случае, было приятно поговорить с вами. Спасибо за ваше время. Спасибо.